Еще вчера видеохостинг YouTube являлся свободной демократичной площадкой для видеоблогеров, снимающих политические ролики. А сегодня, точнее с 1 июля 2015 года, на YouTube введена особая цензура на новостные и политические материалы антикремлевской направленности. Другими словами, американский видеохостинг включил пророссийскую модерацию ресурса. Увы, но это не фейк. Любой желающий может прямо сейчас проверить результат работы прокремлевских модераторов YouTube, подвергающих цензуре политические ролики. Но вначале немного блогерской кухни, для лучшего понимания ситуации. Итак, большинство политических видеоблогеров в Украине, по сути, занимаются контрпропагандой, противостоя киселевщине и крупным российским медиаресурсам. И у многих это неплохо получается. Для того, чтобы быть свободным в выборе тем, видеоблогер должен быть финансово независим от всяческих партий, персоналей и медиахолдингов. И такую возможность до недавнего времени предоставлял видеохостинг YouTube, где на канале блогера была включена реклама, от показов которой в роликах автору отчислялась его доля – 50 центов за каждую тысячу показов. По сути, авторский политический канал в YouTube – это полноценная ежедневная работа по поиску материалов, написанию текстов, съемке, монтажу, озвучке и продвижению в соцсетях. И делается это все не ради денег, потому что для нормального заработка берутся совсем другие темы, далекие от войны. Украинский видеоблогер, как правило, патриот и мотивирован только одним – борьбой с лживой российской пропагандой. Что произошло 1 июля 2015 года? На всех роликах в русскоязычном сегменте YouTube, так или иначе связанных с антикремлевской пропагандой, полностью исчезла реклама. А следовательно, и самые популярные независимые каналы в YouTube, занимающиеся контрпропагандой, остались без средств к существованию. Можете пересмотреть известные вам антипутинские ролики, рекламы там, скорее всего, уже нет. Возможно, зритель вздохнет с облегчением, ведь зачастую реклама всех просто достает. Да, наверное, это так. Но теперь ваши любимые видеоблогеры, по сути, потеряли работу. Как и нынешняя российско-украинская война, цензура на YouTube носит такой же гибридный характер. Нами был расширен список тематик, входящих в категорию видео, затрагивающие деликатные вопросы. Эти видео рассматриваются как те, которые могут не устроить потенциальных рекламодателей, и монетизация на них подлежит отключению. Окей, YouTube. Значит, видео, показывающее российских военных в Украине, затрагивает деликатные вопросы. А вот всяческие кадры ДТП, задницы и пьяные бомжи вообще идеальные видосы. И там может показываться реклама. Ну-ну. Создается впечатление, что YouTube просто начал работать в связке с Роскомнадзором. А Кремль, долгое время не знающий, как бороться с инакомыслием на видеохостинге, просто занес денег в штаб-квартиру Гугла в Калифорнии. Также не стоит сбрасывать со счетов и Ольгинскую фабрику троллей, где сотни ботов каждый день подают тысячи жалоб на антипутинские видео, а YouTube на все это ведется. Так или иначе, Кремль потирает руки. А мы имеем гибридную цензуру на всемирном видеохостинге YouTube. Не исключено, что в скором времени вслед за отключением монетизации независимые политические ролики будут просто физически удаляться с ресурса. И, как всегда, YouTube сделает это без предупреждения. Всех зрителей и подписчиков просим с пониманием отнестись к данной ситуации и возможным сбоем в работе. Несмотря ни на что, мы продолжаем делать для вас ролики. И чтобы нам помочь, просто оставайтесь с нами. Мы ищем способ оставаться независимыми и будем информировать вас о дальнейшем развитии событий. Приветствуется обратная связь в комментариях.